Здравствуйте! Сегодняшнее видео я решила посвятить полностью ответом на вопросы, которые нам часто задают в наших соцсетях гильтековских, которые задают в отзывах на маркетплейсах, где тоже можно встретить в продаже профессиональную косметику гильтек. И группы вопросов, которые мы сегодня разберем, они касаются в первую очередь активных ингредиентов, которые работают и с пигментацией, и с возрастными изменениями, и с мимической активностью, и с воспалениями, с проблемной кожей. То есть это ингредиенты, которые, можно сказать, таким лечебно-профилактическим действием обладают и требуют определенного соблюдения нюансов алгоритма применения. Такие сильные, сильнодействующие, можно сказать, компоненты, такие как пептиды, ретинол и кислоты. Большинство вопросов касается применения именно этих ингредиентов, потому что, во-первых, в профессиональной косметике всегда активные ингредиенты применяются в рабочей концентрации, соответственно, помимо своих эффектов позитивных, могут иметь и какие-то побочные действия, и для этого существует инструкция по применению препаратов. То есть как правильно их применять. Они могут сочетаться или не сочетаться с другими ингредиентами. То есть вот это взаимоисключение компонентов каких-то в уходе, или наоборот, потенциирование, то есть усиление действия одним ингредиентом другого, это тоже нужно всегда учитывать, когда мы подбираем профессиональный уход. Начнем мы с пептидов. Пептиды, они бывают, конечно, разные, но самые известные это пептиды мерилаксанты, которые содержатся, например, аргелин. В частности, в сыворотке мерилакс, в гель с БТ-эффектом, это из гельтековской линейки, существуют еще пептиды мерилаксанты, такие как сенейк, леофасил и так далее. И у них есть одна общая черта. Эти пептиды достаточно критично относятся к ПАЖ, то есть кислотности нашей кожи. Поэтому логично предположить, что применять средства с кислотами до нанесения пептидов мерилаксантов или сразу после, то есть закрывать их кислотным кремом, например, сывороткой альфа-дерм с кислотами, либо просто препаратом, имеющим кислый ПАЖ, например, пектиновый гель у нас не имеет кислот в составе, но имеет тоже кислый ПАЖ за счет цитрусового пектина, 3,5. И, соответственно, вот эти нюансы тоже надо учитывать. И если мы применяем, например, в уходе для того, чтобы снять гипертонус мимических мышц за счет воздействия на эпидермальный рецептор, и так действует аргиерлин и его аналоги, то мы должны обязательно понимать, что мы не будем наносить сразу после использования тоника с ахакислотами. Эту сыворотку не будем наносить сверху, то есть закрывать кремом с кислотами или с кислым ПАЖ. Будем разносить эти препараты по времени. Можно, конечно, в случае тоника, конечно, схитрить. Можно нанести сначала тоник, умыться, протереть кожу тоником с ахакислотами, потом выждать время, где-то от получаса, чтобы у нас собственный ПАЖ кожи уже успел восстановиться. В норме он у нас должен быть в слабокислом диапазоне, между 5 и 6, ближе к нейтральному. И, естественно, 3 с чем-то, 4, он не будет держаться долго. Поэтому, если прошло уже полчаса или час после нанесения тоника, можно вполне спокойно использовать средства с аргиерлином, например, или с синейком. Но, например, закрывать после использования миоралоксантных пептидов каким-то кислотным средством мы не будем. Эту сыворотку, потому что кислоты просто инактивируют действие пептидов. Соответственно, отвечая на вопрос, можно ли применять, как применять, применяем мы на очищенную кожу, без предварительного нанесения каких-то кислотных средств и без того, чтобы закрывать какими-то кислотными средствами. Под крем применять можно, это один тоже из вопросов. Можно применять под крем, конечно, можно. И нужно применять под крем, в том числе под солнцезащитный крем. Можно применять под тональные средства. И еще один нюанс. Пептидами миоралоксанты нет смысла наносить, как правило, например, на все лицо и шею, потому что мы наносим эти сыворотки на те места, где у нас выражен гипертонус мышц. Это лоб, переносица, межброви, вокруг глаз, иногда, может быть, над верхней губой, когда есть склонность к образованию кислотных морщин. В другие места носить Мерилакс – это переводить продукт. Следующий вопрос – это касаемо применения ретинола. Ретинол – это достаточно сложный компонент. Он активный, он довольно-таки агрессивный к коже. Опять-таки, конечно же, ретинол, использующийся в косметике, он не столь агрессивен, даже липосомально обладающий глубоким проникновением, чем, например, чистая ретиновая кислота, ретиноин, например. И здесь есть практически те же нюансы применения, как и при применении лечебных препаратов с ретиноидами топическими. То есть мы наносим эти препараты на сухую кожу. То есть после умывания и тонизации должно пройти хотя бы 15 или 30, лучше, минут. Мы наносим не больше горошины на лицо или две горошины, если мы наносим ещё на шею. Мы не используем сразу до или сразу после какие-то дополнительные средства. То есть ретинол любит солирующую такую роль. То есть он один используется. Как правило, у нас есть сыворотка ретидерм 0,25. Он содержит 0,25 концентрацию липосомального и свободного ретинола, то есть в совокупности дополнительные ингредиенты, неоцинамид и аскорбилглюкозит. И является антиэйдж препаратом с хорошей доказательной базой эффективности. Опять-таки читаем инструкцию, как применять. Соблюдаем все правила. Соблюдаем правила, что мы должны днём при использовании ретинола обязательно использовать солнцезащитное средство. Кроме того, ретинол, содержащий средства, нельзя использовать при беременности, нельзя наносить на повреждённую кожу. Это всё у нас прописано в инструкции. И надо обязательно, как говорится, обращать на это внимание. Поступал тоже такой вопрос, можно ли наносить эту сыворотку под альгинат. Усилить это её действие? Нет, категорически нет, конечно. Нельзя наносить ни под альгинат, ни закрывать сразу какими-то средствами. Если мы хотим, например, при сухой коже нанести смягчающее какое-то питательное средство после сыворотки с ретинолом, то мы это сделаем через час после нанесения. Поэтому надо запомнить одну простую вещь. Ретинол – это актёр монолога, то есть одной роли. Что ещё? Есть вопросы на тему применения с кислотами. На эту тему, конечно, лучше сделать отдельное, какое-то более глобальное видео. Но с кислотами объективно сочетать можно, разнося их по времени. Но очень осторожно, потому что кислоты сами по себе достаточно агрессивны. Ретинол сам по себе агрессивный. Поэтому, если, допустим, нам нужно помочь коже отшелушиться при проявлении побочных, прогнозируемых побочек от применения ретинола, да, можно использовать с небольшим процентом кислот, тоник, например, или сыворотку, альфа-дерм. Но очень осторожно, потому что, как говорится, много – это не всегда хорошо. Как правило, начинают с чего-то одного, а потом уже в уход вводят ещё какие-то сильнодействующие препараты. Как долго можно применять ретинол? Тоже вопрос. Можно применять его достаточно долго. Как правило, конечно, в нашей средней полосе это сезонный продукт, то есть осенний-зимний период, потом делается перерыв. Но есть всё-таки пациенты, как правило, возрастной группы 45+, которые применяют ретинол годами, потому что у него и накопительный эффект, и, в общем, делают либо небольшие перерывы в совсем уж такой период активного солнца, либо вообще не делают этих перерывов. То есть такое тоже допускается, поэтому здесь и курсовое, и такое длительное применение тоже допустимо. И, как правило, если начинают с одной концентрации, дальше уже переходят на более высокую концентрацию ретинола. У нас пока в линейке эти средства только в разработке, но будем надеяться, что появятся и ещё препараты с содержанием ретинола более высокой концентрации. Ну и напоследок про кислоты. Так как у нас вышла новая сыворотка Альфадерм с миндальной кислотой и комплексом АХ-кислот в составе, ну и вспомогательными компонентами, комплексом увлажняющим Акваксил, соком Алоэвера и Дмайя, который даёт эффект лифтинга. Вопрос, так как это всё-таки больше антиэйдж направленности и устранение пигментации препарата, поступает вопрос, можно ли его подросткам применять. Да, можно. Кислоты можно применять подросткам при коже, склонной к воспалениям, при коже, которая имеет выраженный гиперкератоз, то есть склонной к повышенному роговению эпидермиса. Можно применять в регулярном уходе, например, ежевечерний или через день наносить как вспомогательное средство сыворотку с кислотами, она будет тормозить возникновение новых воспалительных элементов и, в общем, достаточно хорошо переносится. И ещё вот такой напоследок вопрос, можно ли применять зимой вот эту сыворотку Альфа-Дерм с кислотами без СПФ. То есть зимой, понятно, можно без СПФ. Я не рекомендую при склонности к пигментации, то есть может быть подросток, особенно который весь день проводит в школе, и не нуждается в СПФ при применении зимой, например, сыворотки с кислотами, но женщина в возрасте, там за 35-40, со склонностью к пигментации, даже зимой желательно, чтобы использовала днём средство, которое хотя бы небольшой СПФ содержит, например, вот наш крем увлажняющий, содержит СПФ-10, либо какое-то тональное средство она, допустим, использует с небольшим фактором защиты от солнца. И этого будет достаточно для того, чтобы предотвратить возникновение нежелательной пигментации, как раз в связи с того, что мы используем кислоты, которые призваны с ней бороться. Вот на такие вопросы я решила сегодня ответить. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Буду очень рада, если вы поставите лайк, чтобы видео было вам полезно хоть чем-то. И, соответственно, до встречи в следующих видео.